Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем слова Христа из Евангелия от Луки, 17 глава, 21 стих. «Ибо вот, Царство Божие внутри вас есть». Слова, которые вызывают очень много вопросов и допускают разное толкование. Например, Лев Николаевич Толстой по-своему понимал именно эти слова. И эти слова являются ответом на вопрос, который задают фарисеи. В предыдущем стихе рассказывается о том, что приходят фарисеи с вопросом, «Когда придет Царство Божие?» И Христос им отвечает, «Царство Божие не приходит приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот все. Царство Божие внутри вас есть». Итак, фарисеи спрашивают, в какой момент, когда нам ждать Царство Божие, когда оно наконец наступит, и мы понимаем, что Христос дает ответ совсем на другой вопрос. Он не отвечает на вопрос «когда?», он отвечает на вопрос «где?». И нам это может показаться очень странным, если мы внимательны. Но в действительности здесь есть какой-то странный диссонанс, который заставляет собеседников Христа вообще изменить свое отношение, занять другую позицию, изменить свой взгляд, угол зрения. Что же не так с их позицией? Евангелист Лука употребляет здесь глагол, который буквально означает «следить за человеком», «шпионить», «высматривать», «подглядывать». Точно так же, как фарисеи подглядывают, следят за Христом для того, чтобы уличить его, если вдруг он совершит исцеление в день субботний. И этот глагол нам дает очень важный ключ. Итак, Христос хочет переменить мировоззрение своих собеседников и на самом деле нас с вами. Буквально совершить вот такой переворот относительно нашей привычки смотреть на мир, чтобы мы лучше поняли, на что нам нужно обратить в первую очередь внимание. И ключ «Царство Божие внутри вас есть». Конечно, это совсем не тот ответ, который ждут фарисеи. Они не спрашивают, где, в каком месте Бог установит свой царский престол, где им ждать Царство Божие, они говорят, когда, в какой момент. Но между слов Христос в действительности отвечает и на этот вопрос тоже. Его ответ является каким-то полным и удивительным, но в частности потому, что он переворачивает наизнанку то, что люди считают внешним, оно должно оказаться внутри. То, что мы считаем внутренним, оно однажды должно стать внешним. Итак, нет ничего удивительного в том, что иудеи времена Иисуса Христа с нетерпением ожидают каких-то исторических потрясений. И эти потрясения станут надежным знаком, знамением того, что Царство Небесное вступило в свои права, что Господь воцарился. И в результате какого-нибудь дворцового переворота, например, это могло бы произойти. И фарисеи поэтому ждут знаки, знамения. И вокруг нас тоже очень много людей, которые имеют те же самые умонастроения. Вероятно, вы тоже встречали людей, которые предпочитают ничего не делать, они предаются меланхолии, потому что наступают последние времена, ничего не нужно делать, нужно лишь только ждать, потому что Царство Божие уже на пороге. Но вот именно на фоне таких ложных ожиданий или неправильных ожиданий слова Христа обретают свое какое-то громогласное звучание и свое божественное значение, потому что Царство Божие внутри вас есть. Конечно, люди, которые интересуются экзегетикой, сегодня могут возразить, что это неправильный перевод, а правильный перевод будет посреди вас. И действительно за этим стоит целая философия о том, что Церковь это сообщество людей, которые говорят Христос посреди нас. И вот в этом посреди нас, между нами, и устанавливается Царство Божие. Но святые отцы толковали именно так, как сказано в синодальном переводе, «внутри вас есть». И не нужно думать, что древние авторы знали греческий язык лучше, чем современные профессора классической филологии. Они прекрасно знали, это был их родной язык, и они именно так и понимали «внутри вас». И это не означает, что Царство Божие ограничивается тесными рамками внутреннего мира человека. Потому что есть другая крайность, которая сегодня очень популярна. Крайность все трактовать психологически, с точки зрения индивидуальной психологии. Внутри нас, внутри меня, это значит какие-то психологические глубины, в которых Бог где-то там действует, на каких-то человеческих глубинах. Но и не об этом тоже говорит Христос. Он говорит о том, что Царство Божие действительно себя являет в том, что между людьми возникает новый тип отношений. Агапе, любовь, это как некое пространство, в котором оказываются люди, и оно прежде всего выражает новый стиль отношений, который выражается во взаимной любви, заботе, бережном отношении друг к другу, уважении. И поэтому Царство Божие является именно в этом новом типе отношений между людьми, новых межличностных отношений между ближними людьми, которые тем самым преобразуют весь окружающий мир. Поэтому люди, которые думают, что Церковь – это просто какое-то сообщество людей, община, сообщество, и если мы будем говорить друг к другу «Христос посреди нас», потому что в Евангелии сказано, где двое или трое «Христос», то потому что они собрались во имя Его, то Он и появится. Но в действительности эти слова нам говорят о том, что если Христа нет в твоей душе, то Его не нужно искать вовне. Просто повторение одних только слов «между нами» или ожидание, что Он появится между нами, и если при этом не произойдет какой-то внутренней перемены сердца, то все это кажется совершенно бесплодным и ни к чему. Нечто подобное мы с вами встречали в советское время, потому что главный вопрос – вопрос о новом человеке, потому что новый социальный порядок требует возникновения нового образа человека, строителя светлого будущего или жителя этого светлого будущего. И что первично – внешнее или внутреннее? На самом деле Евангелие снимает это противоречие, оно говорит, одно не существует без другого. Царство Божие между нами воцарится в тот момент, когда внутри каждого из нас воцарится Бог. И это и будет внешним проявлением того, что действительно и мир меняется, и что-то меняется внутри нас. И чтобы убедить вас в этом, я хочу обратить ваше внимание на другое выражение, которое очень часто употребляется в нашей речи. Бог приходит как тать внощи. Евангелист говорит о том, что люди ждут пришествия Бога, как кого-то, кто придет извне. И будут какие-то внешние события, внешние знаки. Но в действительности он пришел как взломщик, как налетчик, как тать внощи. Вы его ждете у дверей, а на самом деле он уже внутри дома, он уже проник внутрь вас, тогда, когда вы его совсем не ждали. Вы караулили у дверей, вы охраняли входы и выходы, а он уже внутри, он уже проник в ваши тылы. И именно это и означает выражение «Царство Божие внутри вас есть». Оно уже пришло, оно уже наступило. Другое дело, что вы по-прежнему ждете его где-то вовне. И здесь, конечно, хочется провести параллель с нашей современной действительностью, потому что современные масс-медиа нас приучают обращать внимание, прежде всего, на внешние события. Настолько, что мы теряем самих себя и теряем своих близких, и теряем чувства, которые мы испытываем к своим близким, просто в привычке непрестанно листать новостные ленты, следить за внешними событиями, в ожидании каких-то новостей. И Христос как раз обращает наши взоры, прежде всего, к тому, что происходит внутри нас. И вот вопрос, прислушиваемся ли мы к этому, или останемся равнодушными, как современный человек, который листает газеты, журналы, новостные ленты, просто соглядатайствует, никак не преображаясь внутри. Другое очень важное слово, которое здесь употребляется, Царство Божие внутри вас есть. Разумеется, грамматика арамейского языка, на котором говорил Иисус Христос, совсем исключает наличие этого глагола. Он не нужен. Точно так же, как и в русском языке, мы очень часто опускаем глагол быть. Так называемая нулевая связка. И поэтому по-русски достаточно сказать Царство Божие внутри вас. И как бы подразумевается этот глагол быть, потому что его наличие как бы существенно ничего не меняет. Но в греческом тексте он употребляется для того, чтобы подчеркнуть нечто очень важное. Царство Божие – это не то, что будет когда-то, потом, в заоблачных далях. Это то, что уже есть. Здесь и сейчас. Здесь возникает, конечно, вопрос. Ведь в других Евангелиях и в других местах говорится о том, что Царство Божие грядет или что оно приблизилось. В книге Апокалипсиса мы тоже читаем о Боге, Который есть, Который был и Который грядет. В молитве «Очи наш» мы тоже говорим «Да приидет Царствие Твое». Итак, Царство Божие – это то, что уже есть или то, что должно прийти. Помните о святом праведном Иосифе Аримафейском? Тоже сказано, что он был из тех, которые ждали наступления Царства Божия. Один из нас. Ведь мы тоже ожидаем, но при этом мы призваны жить так, как будто Царство Божие уже наступило, как будто Бог воцарился в наших сердцах, и поэтому снимается тоже привычное нам человеческое противоречие «Либо уже есть, либо его еще нужно только ждать». Одно не исключает другого. Недопустимо только одно – относиться к этому как внешний соглядатель, ждать чего-то, как внешний зритель, никак не вступая в эту игру, не участвуя в этом. Если хотите сравнить Царство Божие с каким-нибудь спектаклем в театре, то это как раз то место, где не имеет смысла оставаться в зрительном зале, сидеть в партере, нужно быть на сцене, нужно быть среди участников. И, конечно, здесь приходит на ум замечательное свидетельство, которое мы находим в книге «Исповеди Блаженного Августина». О своем обращении веру, о своем открытии Христа он говорит удивительными словами. В 10-й книге «Исповеди» он признается, обращаясь к Богу, «Поздно я возлюбил тебя, красота». Красота у святых отцов иногда возникает как одно из имен Бога. Всегда древнее, всегда новое. «Поздно возлюбил я тебя». Как поздно. Ты был во мне, а я был вовне. Ты был во мне, а я был во внешнем мире, и там я тебя искал и бросался на прекрасные формы, сотворенные тобой, искажая самого себя, теряя самого себя. Ты был со мной, а я не был с тобой. И этот мир удерживал меня вдали от тебя, хотя этого мира никогда бы не было, если бы он не был в тебе, если бы ты его не сотворил. И вот ты позвал, ты возопил и разбил мою глухоту, ты сверкнул, воссиял и рассеял мою слепоту, ты излил благоухание свое, я вдохнул, и вот я томлюсь и задыхаюсь без тебя, я вкусил тебя и плачу, и алчу только твоего мира. И вот здесь как раз мы видим прекрасную иллюстрацию и толкование того, о чем говорит Христос. Очень часто мы ищем Бога где-то вовне, хотя Он нас ждет внутри нас. И поэтому Григорий Великий говорит о том, что небеса, в которых пребывает Господь, в действительности это сердце праведника, сердце человека. Краткий путь к ближнему тоже проходит через Бога. Если мы хотим любить ближнего, понимать его, принять его, то лучший и кратчайший путь через Бога, обретая в своем сердце этот свет, это сияние божественного присутствия, мы открываем в новом свете, и наши ближние становятся близкими нам, как никогда. На портале Exeget.ru С вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.